По итогам текущего года экономика нашей страны вырастет на 2,3%. Таковы расчеты экономистов авторитетных агентств Ernst & Young и Oxford Economics. В следующем году прогнозируется несколько лучшая ситуация. Рост составит 3,1%. И хотя это существенно меньше, чем было в прошлом году, когда, напомним, отечественная экономика увеличилась на 7,6%, тем не менее, даже этих трех с небольшим процентом будет достаточно, чтобы Эстония заняла первое место в еврозоне по данному показателю. По прогнозам международных экспертов, в нашей стране безработица упадет с нынешних 10,2% до 9,3%. У Эстонии сохранился целый ряд конкурентных преимуществ, которые многие страны Евросоюза за последние годы растеряли. Теперь же есть все предпосылки, чтобы страна эти конкурентные преимущества использовала. Хотя большой проблемой по-прежнему остается высокая зависимость Эстонии, от объемов экспорта необходимо развивать внутренний спрос. Впрочем, даже самые радужные прогнозы аналитики сопровождают оговоркой о том, что все будет зависеть от того, как удастся справиться с долговым кризисом в зоне евро. Тем более, что, как считают в Oxford Economics, необходимо избежать выхода проблемных стран из еврозоны. С моей точки зрения, цена, которую заплатят оставшиеся страны еврозоны за выход из нее хотя бы одного государства, очень велика. Сейчас, несмотря на все, финансы в рынке смотрят на зону евро как на единое целое, в то время как исключение из нее той же Греции даст инвесторам сигнал о том, что начался распад всей системы, и экономические последствия будут катастрофическими. И все же весьма радужные прогнозы для Эстонии были подпорчены реальностью, причем реальностью сегодняшнего дня. На фоне панических настроений о росте цены и энергию, о пресечении которых сегодня буквально умолял министр экономики, специалистами был весьма скептично воспринят прогноз инфляции. Вернстон Янг предполагает, что уровень потребительских цен вырастет в будущем году на 2,6%. Этот прогноз звучит более чем странно, с учетом открытия рынка электроэнергии, связанного с этим событием витком цен. Впрочем, ведь и метеорологи обещали нам сегодня 20-градусную жару и начало бабьего лета. Максим Волков, Рихопресс, Первый Балтийский канал. Максим Волков, Рихопресс, Первый Балтийский канал. Максим Волков, Рихопресс, Первый Балтийский канал. Максим Волков, Рихопресс, Первый Балтийский канал.